Здравствуйте, вы смотрите новости финансового рынка, подготовленной для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Ничего не меняется сегодня на сырьевом рынке. Нефть по-прежнему продолжает падать, едва не достигая дна, а желтый драгоценный металл остается во флете вблизи недельного максимума за счет падения азиатских фондовых рынков до уровня, на которых индексы находились в 2011 году. Инвесторы избегают рискованных активов после выхода слабой экономической статистики из Соединенных Штатов. Фьючерсы на золото на подразделении Комекс Нью-Йоркской товарной биржи с поставкой в феврале сегодня торгуются у отметки 1091,40 доллара за тройскую унцию. По мнению некоторых аналитиков, золото еще продолжит свой рост из-за сложившейся неопределенной ситуации в мире. Так, сегодня вслед за Венесуэлой Франция объявила чрезвычайное экономическое положение. Президент Пятой Республики Франсуа Ланд предупредил о переменах в социальной и бизнес-модели, которая за последние несколько лет себя не оправдала. В ближайшем будущем французскому правительству предстоит принять целый ряд мер, которые должны привести к устойчивому росту экономики Франции и искоренить безработицу. Единственное пока что остается известным, что 35-часовая рабочая неделя не подвергается сомнению. Стоит отметить, что валютный рынок пока что на это не отреагировал. Котировка европейской валюты остается вблизи тех уровней, которые были установлены ранее. Евро изрядно уступает американскому доллару, зато по отношению к швейцарскому франку валюта европейского блока сильна. В одной из самых стабильных пар на Форексе не наблюдается никаких существенных изменений. Евро-швейцарский франк торгуется у отметки 1.0946. Макроэкономический фон не особо благоволит покупкам франка, хотя данные по безработице в Швейцарии вышли в соответствии с прогнозами аналитиков. Индикатор в декабре повысился. С 3,4% в ноябре число нетрадоустроенных оказалось больше. Их число составило 3,7%. По мнению аналитиков, вряд ли швейцарский франк даст отпор евро даже в свете нарастающих геополитических рисков. Сегодня на приграничную Сирии турецкую провинцию Килис попал снаряд. С подконтрольной исламским государством сирийской территории был выпущен минометный снаряд, который попал в школьный двор. Сообщается об одном погибшем. Однако ответ от турецких военнослужащих долго ждать не пришлось. Турция нанесла артиллерийский удар по Сирии, откуда и была обстрелена школа. Однако пока трейдеры не спешат с покупками безопасных активов, как видно из динамики движения котировок. О дальнейшем развитии событий вы узнаете из наших следующих информационных выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами!